Как создать загрузочную флешку? Вентай. Подключаем флешку к компьютеру. Флешку можете использовать меньшего объема. Образ Windows можно поместить на жестком диске. Это у меня второй раздел жесткого диска. Мне не обязательно помещать образ на флешку. Мы будем устанавливать Windows с внутреннего жесткого диска. Вы можете сюда поместить LiveCD, Acronis или какие-либо другие образы Windows, чтобы установить с внутреннего жесткого диска. Вентай. Открываем первую ссылку Вентай. Выбираем Download. Скачиваем Вентай в zip-архиве. Выбираем Windows.zip. Распаковываем Вентай правой клавишей. Выбираем WinRAR. Излечь текущую папку. Открывая папку с программным обеспечением. Вентай 2Disk. Правой клавишей. Запуск от имени администратора. Здесь выбираем флешку. Все что на флешке будет удалено. Если не знаете, открывайте этот компьютер и смотрите. Ваш накопитель. Нажмем Install. И нажмем Да. Еще раз нажмем Да. Загрузочный носитель успешно создан. Ок. Закрываем это окошко. Образ не обязательно помещать на эту самую загрузочную флешку. Образ будет лежать на внутреннем жестком диске. Все что на локальном диске C будет удалено. Образ Windows не помещайте на локальный диск C. Потому что C будем очищать. Нажмем клавишу F2 либо Delete для входа в BIOS. Переходим во вкладку Boot. И первым загрузочным устройством выбираем флешку. Флешка у меня в режиме UEFI. Возвращаемся в последний пункт Exit и сохраняем настройки. Перезагружаемся. Если клавиши F2 вы не можете войти в BIOS, можете зайти в клавиши F11 в Boot меню. Выбираем флешку UEFI. Но здесь нет нашего образа Windows 11. Для того, чтобы выбрать образ Windows 11, нужно нажать клавишу F2. F2 у нас браузер. Нажмем на клавиатуру клавишу F2. Открылись разделы нашего жесткого диска. Здесь мы можем выбрать внутренний жесткий диск. Это наша флешка. Далее это 100 мегабайт раздел FAT. У нас Windows установлен в режиме UEFI. Поэтому здесь у нас 100 мегабайт раздела есть. Также у нас 149 гигабайтов это локальный диск C. 518 мегабайтов это скрытый раздел Windows. И также 315 гигабайтов это локальный диск D. Здесь вам нужно найти свой раздел. Если не знаете, можете открывать по одному разделу. Допустим, открыл локальный диск C. Я вижу здесь файлы операционной системы Windows. Возвращаюсь назад. Возвращаюсь назад с помощью верхней стрелки назад. Выбираю его. И возвращаюсь назад. Могу открыть 100 мегабайт на раздел. Здесь ничего нету. UEFI. Таким образом нахожу свой раздел. Это у меня 315 гигабайтов. И сразу я вижу локальный диск D. Свой раздел локального диска D. Таким образом не флешки мы его расхраним, а внутренним жестком диске. Если у вас есть загрузочная флешка Venture, то вы можете установить Windows на любой компьютер. То есть, главное, этот образ Windows лежал на локальном диске D. Или вы можете взять внешний USB жесткий диск, где есть образы Windows. Выбираем Windows 11 ISO. И происходит загрузка. Загрузка с нашего внутреннего жесткого диска. Нажмем далее. Установить. Выбираем редакцию Windows 11. Windows 11 Pro у меня. Далее. И здесь мы удаляем раздел локального диска C. Локальный диск D ни в коем случае не трогаем. Здесь у нас лежит образ. Образ Windows 11, которого мы сейчас загрузились и устанавливаем в Windows. Удаляем 100 мегабайтов раздел. Удаляем MSR за резервированной системой. Удаляем основной раздел. Это локальный диск C. Удаляем 518 мегабайтов. Восстановление. В итоге у нас локальный диск C. А вот на локальном диске D у нас расположен Windows. Выбираем локальный диск C и нажмем просто далее. Компьютер перезагружается. Нужно извлечь флешку с компьютера. Устройтесь поудобнее и расслабьтесь, пока происходит волшебство. Все хорошее впереди. Операционная система Windows 11 установлена. Со второго раздела жесткого диска. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok.